Здарова, стратегические жевжики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого! Это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю проходить Old World за персов. Предрелизная в Steam игра. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Жевжиковский лес у нас тут есть. Всегда лучше смотреть с самого начала, там интересно, ну, объясню настройки карты и прочее. Спонсоры канала все серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку. Ну и давайте продолжу, в принципе, выключу свою рожицу. У нас Лёшис Великий правит. Кстати, раз у нас новая, у нас новая, вообще как новая, старая была, теперь, грубо говоря, все та же. Ну, надо переименовать, раз она Гордия, какое-нибудь другое ей давайте имя дадим. А, знаете, из далеких-далеких мест пришло в Персию имя Лыбедь. Вот пускай так зовут. Вообще, исторически, конечно, Персия, понятно, что с Грецией воевала, да? Но с Карфагеном точно нет. У нас тут Карфаген главный этот. С Римом, ну, когда-то, возможно... Ассирия, наверное, должна была уже пасть к тому времени, как Персидская империя появлялась. Я точно не помню. Ну, точно персы Вавилон захватывали? А вот что... Ну, и Ассирия Вавилон захватывала с другой стороны. Или это... Ой, вот что-то я тут уже не помню. Помогите мне в комментариях. Так, что у нас тут делается? Почему у нас появилось там... Так, во, мы с греками встретились. Разведчики натыкаются на отряд незнакомцев. Они называют себя греки. Родина их земли, что лежат далеко отсюда. За совместным ужином путники охотно обмениваются памятными вещицами и историями. Как завершится эта встреча? Я думаю, что радушны и с подарками. Нападение на Персепль лишь вызвали подъем среди местных жителей. Наши подданные вооружились и вышли на улицы, готовясь к защите родного города. Вас просят выступить с заявлением, в котором будет особо отмечена их смелость перед лицом врага. Какова тема будет выступления? Мы стоим за Персепль, мы стоим за Персию. Плюс 60 культуры даст. И умереть за своего царя, вот высшая почесть. Нет, давайте лучше... Мы стоим за Персепль, мы стоим за Персию. А ваше величие говорят... А, ну это мне амбицию опять предлагают выбрать. Не буду опять я брать. Создает два отряда максимального уровня. Не-не-не. Два чуда тоже тяжело. И отправить 7,6 редких ресурсов тоже нет. Вы видите, у вас сейчас амбиция висит, еще не выполнена. Так, дочка, лыбить. Давайте, пускай будет строгим. Нетерпимый же. Плохо. Видите, как на месте, к минус 20% цивиков. О, добыча изумрудов обернулась в трагедии. Рудник обвалился. Плюс 60 несчастья в Персепль. Это в прошлой серии я начинал добывать. Но, видите, фигово получилось. Так. Ну, вот эту давайте уже, наверное, не на войну. Так, у нее и так минус. Давайте на философию, на мудрость будем прокачивать. Так, этот парень у нас дороги строит. Так, это, пожалуй, так займемся. А лошадью? А, давайте добьем. Если мы убьем, то мы сможем еще раз походить. Так как это лошадь делает. Еще и уровень получили, кстати. А, нет. Мы могли бы походить, чтобы атаковать. Черт, а так я не могу походить. Ладно. Добили так добили. Тут надо достроить. Я думаю, что, скорее всего, Артакаану будут атаковать. Я бы здесь продолжил дорогу строить. Конечно, жалко, что рабочие и раненые. По пустыне по одной клетке ходит. Слабовато. Так, тут продолжаем. Я хочу вот так вот полностью вот такой кластер из каменоломин сделать. Они друг на дружку очень круто будут влиять. А какой тут выхлоп? Видите, 6,5 будет. У всех этих будет по 6,5, а в центре 2 царих, наверное, даже больше, чем 20. Так, что мы будем сделать здесь? Ители к фраке. То есть я решил, что у меня часть идет на... Ага, да. Давайте те, кто идут на помощь, я еще этого переброшу сюда. Вот так. Я думаю, что вот этой армией мы тут справимся с набегом. А вот эти все ребята... Их тут четверо, да? Этот пускай полечится. А вот эти трое... Идут заниматься варварами. Включение варвары, это фракийцы у нас. Так, ну, сотряд есть. Ну, зашибись. Блин, можно было бы... Я бы, наверное, сейчас куплю приказ. Не торговую сделку. Блин, что-то я хотел... Мир предложить, наверное. Ну, вот эти, скорее всего, не согласятся с нумидийцами. Я вот думаю, попробовать с нумидийцами. А нумидийцы с кем-нибудь воюют, кстати. С Римом и Вавилоном. Не улучшится ли у меня с Римом и Вавилоном отношение? Так, остановить мир мы пока это все ничего не можем. Или лучше торговую сделку с кем-нибудь еще отправить? Так, я со Сирией, да, торгую. Ну, давайте, ну, не знаю, Карфаген, Греция. Хотя, как у нас Греция? Сильнее, простоваты. Ну, Греция вообще далеко. Вот где Греция. Мы считаем, что только с Египтом не встретились. Хотя мы знаем, где Египет, что он вот здесь. Вот тут, короче, огромные территории можно заселять, да? Ладно, я бы в Рим отправил, честно говоря. Так, уже два приказа требуются. А, еще 125. А, нас не хватает. Все, я понял. Тогда заканчиваем. Вот не хватает еще этих цивиков. Цивиков не накоплено. 125 надо. Ауч. Блин, что, убьет мне рабочих? Нет, по городу. Нет. Фак. Будем атаковать, который не в лесу. Греция. Перемирие с фракийцами. Распространить влияние. Чуть-чуть какое-то событие сейчас будет. Болен наш царь. И здоровье дочери ухудшается. Да, елки-палки. У меня что-то с династией не очень. Так, мы улучшили отношения с патриархом. Это хорошо. Это у нас был глава... Персидского язычества, что ли? В надежде помочь, воодушевленные жители Персеполя предлагают отправиться на поиски провианта. Разведать округу 160 еды. Нет, давайте не требуется. Пускай минус 40 еды дофига. Так, владычица Барсина и ее друзья, которым не разрешено входить в видные городские дворы, проводят дни на окрестном рынке с эрудированным сапожником и его группой купцов-философов, изучая навыки философии и дебаты. В то время, как многие формальные ученые отказываются признавать такие учения, Барсина, кажется, обогатилась этим опытом. Так, ну и что мы? Не все образование вы можете найти в классе, либо отругать ее за то, что она бросила формальное обучение. Тут дисциплина, а тут можем... Давайте попробуем вот это. Смелой станет. Молодец. Отлично. Да, минус рабочий это фигово, честно говоря. Давайте спрячем тут и полечимся. Так, против пехотных. Давайте против пехотных. Или ближнего боя. Не лазим вор против пехотных, мне больше нравится. Ну. Завершили амбицию 10 отрядов. Блин, мы 4 амбиции одним правителем прям сделали. Вообще офигительно, по-моему. Так, а тут я походил, да, уже? Оракул мы найдем, где построить там. Главное, вот этот кластер доделать. Ага, тут море уже начинается. То есть, вот тут горная гряда прям до конца. Младший прислужник. Вообще, я бы беремену, наверное, построил. Пора поплавать, посмотреть, что тут вокруг. Или лучше в Персеполе это делать. Ладно, давайте прислужника дальше. Потому что, понимаете, в этом городе он заточен на вот эти цивики. А этот город на... Вы видите, тут в два раза меньше цивиков. Поэтому здесь лучше вот военные, например, тоже берем устроить. Здесь лучше. Блин, 8 приказов. Так, ну давайте. Теперь можно на торговую сделку в Рим. А этот что может делать? Преподнести денежки какой-нибудь. Вот как с семьями. Вообще, зашибись со всеми. Тогда, наверное, не буду тратить. Деньги, что у нас? Хорошо, а с зарастризмом? Нет. С язычеством что-нибудь можно улучшить? Тут шестеро последователей, а я в язычестве пятеро. Блин, надо в монахов выходить. Как-то улучшать религию. То есть, надо вот тут, конечно, зачистить. Поселенец нужен. А, я тут строю как раз. Окей, блин. А, это Карфаген разбирается. Ладно, это все зашибись. А он с твоими вийцами, кстати, не воюет ли? Карфаген-то... Не воюет ли там, чисто с этими. Царь Лешис Великий тяжело болен. Кашляет кровавой слизью, страдает от резкой боли в груди и боится, что осталось уже не так много времени. Это означает, что в следующем ходе он умрет, на самом деле. О, встретили Египет. Все. Теперь мы всех встретили. Давайте монашество открывать. Нам топорщики не нужны. Я их не буду устроить. Копейщики тоже. Блин, мастер разведки вообще-то тоже интересный, на самом деле. Тут еще плюс рвы можно будет сделать в городах. Нет. Подожди, а я разве сейчас не могу устроить? Подождите, один момент. Я, по-моему, уже могу устроить. Что-то я... Да, Зароастрийский апостол. А что их не делал? Может, все-таки... Нет, давайте тогда мастер разведки откроем. Опять мне амбиции предлагают. Ничего я не буду принимать. В следующем ходе у нас умрет правитель. А вот в катуре можно наместника. Значит, правда, цивиков не хватает. Ну, следующим ходом назначим. Я, говорит, не могу цивиков купить? Нет, не могу. Ну, какие-то все немножко дебильные, честно говоря. Ну, посмотрим. Я следующим ходом уже буду выбирать. Блин, я хочу... Я думаю, где мне поставить... Наверное, вот сюда поставлю домик. Деревню. Так, этот лечится. Тут мы ремонтируем. Да, тут, конечно, суровая, наверное, уже половины практически нет. Давайте лошадь внутрь запихнем. Отлично. Ну, так, представляю, как они выскакивают за стены города и эти все отряды разносят. Так, здесь у нас пастбище. Уровень непоколебимый берем. Слушайте, здесь я могу город ставить. Вообще, надо подумать, куда еще этот поселенец у нас побежит. Куплю еще марш, потому что приказы есть. Все. Эх, Леша с Великий умирает. Такое правление было. Сколько лет в итоге? 66 лет прожил. То есть, 46 лет правления. Четыре амбиции выполнил. Четыре. Но дальше будет сложнее, несомненно. А, нет, слушай, только сейчас пишут. То есть, все-таки еще один год он будет жить. Так, она хочет познавать природу. Типа, мы можем ее отправить изучать мир, но нет. Я против. Такая она будет свирепой. Во время царского празднества вы ведете чарующую беседу с одной из младших придворных. Ну, это типа, влюбиться можно. Опять же, извините, ему год осталось жить. Так смысл заводить интрижки какие-то. Да. Так, смысл заводить интрижки. Да, вообще в луки надо бы уже выходить. Уже прачники слабоваты. Аж четыре прачника надо, чтобы один отряд убить. Хотя сейчас крит прошел. Но лучники уже точно покруче будут. Так, это в Пракийце. Восточноевропейская равнина. Ну, это место, пускай Ассирии достается, вообще не претендую. Зачем мне за горы туда лезть? Надо восстановление делать, потому что когда город вот такой раненый, это еще больше несчастья добавляет. Так, ну я бы до старшего прислужника доделал. Или форум сначала. Давайте форум. Вообще форум во всех городах стоит сделать. Блин, 13 приказов осталось. Нифига себе. Давайте ахиминидам. Почему-то ахиминиды постоянно какие-то проблемы. Мы разные, судья-интриги. А, у нас разные эти. И они еще религию. Даже видите, религия не настолько сильно снижает отношения, как то, что разные характеры. А, на все равно хочу дар семье. Может, такое посредничество. Нет, давайте преподнести дар ахиминидам. 500 монет, 2 приказа. Тоже не сразу это типа три хода требует. Ну просто, чтобы лучше отношения. Сейчас новая правительница будет у нас со всеми отношениями изменяться. Явно не к лучшему. Так, а она у нас кто вообще? Я забыл. Она у нас герой. Что это дает, интересно? Как правитель. Ну сейчас посмотрим. Так, вашему дипломату удалось наладить торговые связи. Что мы делаем? 30 древесины вход за один приказ. Нет. А что, только за древесину все? Фак. Ну просто минус 30 древесины вход это очень круто. Блин. Короче, так себе, конечно. Так, значит, она у нас герой. Харизма означает меньше. О! Мы что добавили? Мед. А где-то мы мед добываем. Подождите. Нет, доступен доступен жемчуг еще один. Вот жемчуг можно в какой-нибудь город будет. А тут мы организовали. Нет, давайте сначала я добью фраки. Так, подождите. Герой. Как правитель может вести наступление? Что еще может вести наступление? Лечение при разграблении клетки. Это какой-то... Мы какой-то этот можем делать... Развестись, покинуть пращников. Снимает восстановление ближайших отрядов и за каждый из них дает плюс один приказ. Ну, такое, конечно. Не знаю, не особо прикольно. Так, кто у нас? Царевич Тередат только что родился, а наша королева 36 лет. Ну, лет 20 должна, да, проправить. Давай, может, крит пройдет. Надеялся добить уже. Продолжу дорогу. Че по событиям? движется мрачная процессия. Это магия, которая осторожна, не касаясь безжизненного тела царя Лешаса Великого, выносит его из города, чтобы оставить на съедение птицам и волкам. Позже они вернутся за костями. Да, это так в зороастризме. Наши тела останутся в башне молчания. Традиционные похороны права наших цариц. Да. Ну, вдова, пускай разочаровывается, господи. Как только завершаются положенные обряды в памяти о царе, к вам подходит вдова царица Хуранзим Интериган. Уход Лешас стал большим ударом для зороастрийцев. Каждому человеку подобает сделать выбор, готов ли он помогать Ахурамазде. Надеюсь, что вы как и он когда-то примете правильное рушение. давайте становимся последователем зороастризма. Так, нового наместника наверное собственно царицу и посадим наверное. А, она у нас генерал. Ну, давайте этого минус четыре десятых всего лишь науки нормально. Вот сказать, наука резко уменьшилась из-за того, что царь был очень умный, он очень много науки давал. Теперь у нас 13 лет обратите внимание. Так, какие амбиции двух старших командиров? Это нам сначала надо бараки построить, потом туда до третьего уровня прокачать специалистов. принять теологию. кстати, возможно. Шесть казначейств. А вот шесть казначейств тоже возможно, но нам не особо это интересно, потому что казначейство дают деньги, у нас денег до хрена. А вот теологию принять... Подождите, а что теология? Это какой уровень? Это какой-то уровень веры? Сейчас посмотрите, я просто не помню, что конкретно тут а, так вообще тут пофигу, просто хоть что-то принять в теологии. А, я понял, да, давайте эту амбицию. Тем более, что я хочу уже строить. Так, наш дипломат, ну, наверное, харизму дипломату важно. Мнение нации плюс десять. уровень с холма четыре отвлечения, если поврежден плюс десять. Ну, закаленность возьмем. скаутом погуляю. Собрать слонов, господи. Собрать лошадей. Собрал слонов себе в котомочку такой и понес. Так, вот теперь у меня скаут будет невидим только в лесу, если я заканчиваю ход. Раньше он был невидим, потому что царь был интриган. Прачники завершены. Красители можно. Так, во-первых, давайте в Персеполь жемчуг отправим. во-вторых, пожалуй, форум построю. Блин, берем тоже хочется. Э, давайте берем ладно. Хочу плавать, исследовать. Продолжаем восстановление, надо до максимума восстановиться. так, два отряда и тринадцать приказов. Блин, не добегает. Вон, я бы, наверное, тут постоял, я бы не шел к ним пока всего двумя отрядами. Вон, не трачу приказов. Знаете, я бы хотел, честно говоря, сменить закон уже с рабства на свободу. 300 стоит. Надо дождаться 300 цивиков, потому что 4 приказа уже не стоят того несчастья, которое этот закон добавляет нам. Блин, мне что-то с наукой надо делать. прокачанный мечник пятого уровня. Так, Хадшипсут умерла, Рим и Ассирия провозгласили мир, Айма обвел войну фракийцам, Митридат учсилы, персидского и язычества становятся последователем. Талант геометрии. Владычица Барсипа показывает офигительные способности в геометрии, быстро усваивая основы. Во время визита ко двору Барсипа спрашивает совет, как лучше применить эти исследования. У нас инженеров при дворе не хватает, она станет инженером. плотники плотники плотником может быть либо просто иметь хорошее образование. Так, плотники плюс 100 очков опыта осадным орудием кораблям. Честно говоря, это не особо интересно. Инженер осадных тоже не особо интересен. Давайте просто мудрость. Просто мудрая девушка такая будет. Так. блин, ферма 2.16, а эти лагерь 2.10. Ладно, давайте с фермы начнем. Все, тут полностью мы кластер каменотесов сделали. пастбище дополнительный приказ. Мы дорогу продолжаем. Вообще, домики надо было. Ладно, сейчас я подумаю. Восстановление продолжаем. В Нишапуре мы рабочего сделали. так, вот тут стены я бы, наверное, не спешил. Давайте форум. марш сделаем, чтобы блин, я думал, я убью его. Черт, тогда зря марш сделал, честно говоря. Так, ополченцы сюда спрячем. Этот лечится. так, ну, добиваем. Обыскивая разваленных лагеря фракийцев, наши воины обнаружили потрясающий артефакт, весь в необычных отметинах. С их слов, едва не прикоснулись к артефакту, перед ними выросло диковинное существо и, угрожая страшным проклятием, приказало покинуть священные земли. Что мы ответим на такой рассказ? Обыщите руины, только глупцы веют в подобную чушь. Заберите артефакт, чтобы наши ученые смогли изучить его свойства, немедленно покинем. Наверное, все-таки изучить свойства, потому что у вас проблемы с наукой. Хоть немножко, хоть на этих, на две на два хода ускоримся. Ну, я, наверное, тут буду держать прачника, чтобы они держали место просто, а этими отходим. Надо где-то еще поселенца будет строить. Ауч. Больно ударил. так, рим перемирие с умидийцами. Попытка преподнести подарок семье привела к событию. и глава микронидов скончался. Ну, да. 320 платим, чтобы на 80 улучшилось отношение. Отлично. Видите, у нас со всеми семьями офигительное отношение. Так, тут парня добиваем. карфаген. И этого в лагере добиваем. карфаген. Зашибись. Все, и тут место держим. Там карфаген займется. Мы еще два города можем вполне поставить. Карфагеняне направили к нам послов в надежде преодолеть некоторые разногласия зреющие между нашими народами. кстати, а как у нас отношение внезапно с Римом офигительное. За ужином один из иноземцев размышляет, кто мог бы одолеть в бою самих богов войны. Все оживленно спорят, они сходятся на том, что нет никого лучше, чем олигарх Тубабад младшая. Младший, видимо. Часть почетных гостей считает, что это олигарх Яба младший. Это карфаген это сириец. Ну блин. Я карфаген выберу. Видите, улучшилось отношение на фоне растущей культурной значимости Артакааны старейшины города предлагают провести праздник стрельбы из лука. Плюс 50 очков отрядом дальнего боя. Да, согласен. Так, владелец собаки становится царица и верховный советник Ксеркс. Верховный советник. Мудрость, храбрость или дисциплина? Я бы мудрость как верховный советник. Это важно мне кажется. А вот я не помню тут районы считаются что они с дорогой или нет. Блин, я забыл как я тут собирался треугольник. по-моему вот так я собирался треугольник делать. Ладно, все равно сначала пастбище. может и здесь дорогу провести. пастбище. наверно этого прачника поставлю. Этого лучше вернем. Так и так. все восстановление закончено. Вот тут 100% стены нужны. Потому что и оттуда могут нападения и с нумидийцев постоянно. Здесь мы все зачистили. с нумидийцев кстати вот этот меня лагерь очень не нравится нумидийский. Будет зачистить тут город поставить но пока у меня с нумидийцами хорошие отношения. поэтому не будем так я 300 цивиков коплю чтобы изменить убрать рабство да так отлично карфаген этих зачистил так а там кто-то прибыл Греция фракийцам войну не хочет больше быть учеником философа черт станет аскетичный ну давайте станет аскетом жаль так а что я сюда встал вообще я честно говоря думал что я уже могу колизей строить а я ошибся я могу еще одну деревню она мне вот тут надо строить ведь а мы не присоединили еще эту клетку а стоп так я театр могу вот я театр имел ввиду да строим театр полководец минус 8 процентов атака 25 процентов защита такой себе конечно так у нас дофига приказов поэтому наверное счастью мы вернемся а вот этим будем место держать ну кстати давайте двумя даже мне тут я не вижу на кого мне нападать здесь просто в город сюда отведу и этот стоит значит ну можно наконец скаутом побегать поисследовать да приказы лишние остаются а давайте возьму маршировать еще немножко потрачу приказов дофига я их больше пока не на что при маршировании видите тратится два приказа на ход а не один ну просто я не я не хочу их сейчас продавать у нас денег дофига вообще ресов дофига по армиям греки сильнее карфаген сильнее рим той же силы вавилон той же силы ассирия сильнее египет той же силы так ну вот и куда нам в первую очередь сюда вести город или туда по-моему одинаково далеко сколько тут 13 а сюда тоже 13 реально одинаково сейчас вот эту дорогу дорогу здесь доведу может оно по-другому считать будет а по-другому еще каких 13 и 14 подожди 18 а это сколько остается сколько остается приказов да значит туда ближе ну я же я хочу золото в первую очередь присоединить так что туда отправлю кстати по-моему наличие наличие юнитов городе снижает не помню честно говоря не буду врать так давайте мы здесь колясочку вот исследователем сделаем побегает когда вылечится форум сделали не хочу я тут стены давайте апостолов апостолы нам сейчас нужны для укрепления религии тут поселенцев давайте тоже поселенцев или опод давайте апостолов два два хода всего лишь опять куча куча приказов осталось ну нет два хода сменить рабство у меня города и так соединены я дороги прокладываю чисто чтобы быстрее юниты перемещались между городами уже довольно широкая империя оратор второй наследник разъяренные кто не в силах сдирать своих чувств они созывают соседания при дворе и убеждают вас во имя иудаизма объявить войну персам богомерзким иудеем чего а зара разъяленные зараастрийцы призывают убить войну иудеям а у нас вот в ассирии не ну я не хочу с ассирией воевать черт так что просто глава зараастризма аршакиды минус 80 будет ну грин с вами это лучше чем в войну вступить тут вот можно фермы я думаю как минимум здесь да давайте здесь ферму а блин деревня я тут еще не по я что-то вообще не соображу как мне тут лучше деревни сделать блин мне тут надо деревню ферму так как у вас тут дороги как у вас тут вот так проведу и так потом так под 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 дым дым кали но скауты дальше показывают территорию юнитами вот так просто видите тут очень мало они дают осмотра но с другой стороны а что а как иначе надо было долечить рабочего он из-за этого дольше строит из-за того что ранен так что у нас по генералам ну я могу конечно посадить губернатор но это будет стоить 100 цивиков а я коплю 300 чтобы закон изменить поэтому не буду а вот генералов если они имеются так тут нету генералов в этой семье это та же семья да да у меня большинство химия видите все эти да вот сюда возможно да есть какой-то полководец ну давайте минус 3% назначим и так блин этих военных очков не ну кстати я могу их потратить на ап 140 ну давайте здесь 140 почему нет из города плюс 3 зона видимость эти против ближнего боя отрядов так 255 ну такое вот здесь может 130 на орлиный глаз здесь вообще мало так точность пойти точно высшая шанс крита и здесь соточка всего лишь кровожадный давайте отлично очень сильно уже прокачаны прачники но мне бы уже в лучников идти с другой стороны у меня вообще науки нету такой у меня классный был правитель сейчас просто без науки очередная блин такая сейчас разберутся с карфагенским войском и на меня пойдут опять больше не будет аскетом станет милостивой в Персеполе городской аскетизм плюс две науки вход наверное городской аскетизм но тут какое-то событие вообще происходит после многих лет интересного поведения владычица барсипа барсина известная подвижница еще больше уходит в эксцентричность и замкнутость она поселяется в заброшенном заброшенном корыте ну да воштаб корыто в центре персеполя многие знатные жители кажется раздражают их раздражает присутствие барсины и но она очень популярна среди неимущих и бедных так так я бы взял я не хочу вмешиваться в ее безумие мне интересно к чему это дальше приведет ну и плюс просто две науки это прикольно опа царь карфагена выяснил что мы были причастны к смерти его предшественницы вау это неприятненько так вот я возьму маршировать чтобы город поставить точно и мы основываем вот этих ребят священнослужителей так вкатуре апостола так давайте сначала я заменю все-таки закон теперь у нас свобода а не рабство плюс один науку за городские спида 25 сразу стало дальше чтобы принять что-то явно 100 200 цивиков надо поэтому я бы пошел пока религию распространил вот сюда ну и соборы и монастыри мы пока строить не можем они просто не открыты у нас есть зороастризм распространен так теперь тут поселенца а здесь спеца можем строить да пастуха давайте наверно пастуха так у нас дорога стоим 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 видите как правитель перестал быть интриганом так и скаутом не можем бегать по чужим землям просто так ну что у нас через 3 хода мастер разведки мы сможем внедряться в города блин 11 приказов лишних я пока первый по развитию окей столько вообще городов у кого у меня у меня 6 у меня 6 у Греции 5 Погена 5 у Ассирии 6 Вавилона 4 к нам с особой просьбой прибыл Кимон Оратор член придворного совета Рима Он хотел бы остаться в Персеполе как и наземный посол и жить среди нашего народа Поддерживая в то же время родных для него римлян Так согласится но в Персеполе несчастье увеличится А я откажусь Рим где-то далеко Что Неинтересно Я обработаю верблюдов чуть позже О А эти откуда появились Рима египет близок к сирии они не воюют вообще отношения так у египта со всеми перемирия мир с римом и практического сирии мир с римом карфагеном и греции война с фракийцами вавилона просто перемирия со всеми война с нумидийцами у рима мир с египтом и ассирии война с фракийцами то есть крупные цивилизации друг дружка никто не воюет только вот с этими мелкими блин на что мне приказы потратить и нибудь ничего нету вот тут все приказы хотя можно кстати мог миха мехранитом можно подарок семье то ухудшилось больше пока не на что все остальное цивики требует которых у меня мало вот будет четыре хода за острийский посол мы к этому моменту я думаю 200 цивиков наберем блин опять какое-то нападение этих что за фигня улыбить зодчая ваша рвота и диарея подсказывает о том что супруг апост не ваша тебя постоянная ваш супруг тяжело болен артакама кровожадная умерла наместник персеполя следопыт о сети плюс сто процентов процентов надо брать да еще плюс сто процентов если тут выхлоп вообще какой-то дикий должен быть просто денег немерено так там мне только одного поселенца надо я бы еще апостола сделал или нет давайте вот сюда чтобы красители мы обрабатывали и у нас берема появилась конечно я могу море исследовать спасибо Плюс 20 с соседним фермом. А фермы я, возможно, вот здесь сделаю, да? А, и давайте просто... Просто лагерь. Блин, опять я его не вылечил. Опять лишний ход буду все это строить. Черт. Так, как у нас дорожка? Тут, кстати, между Персеполем и Салдервазом можно не строить дорогу, потому что по морю будет намного быстрее. Это просто мгновенно будет практически перемещаться. Здесь все-таки нужна была дорога. Здесь, считайте, дорога это речка. Кстати, это мы тут не разбираемся. Против пехотных, лечение. Да, и дисциплину. Это очень, конечно, хреново мы тут все открываем этой лошадкой. Еле бегает. Может, скаута где еще построят? Явно надо исследовать. Фига, тут он в лесу спрятался, как долго его Карфаген бил. О, ваш супруг скончался. Бывает. Ну, бесплатная беременна точно не нужна. Давайте лучников, наверное, открывать. Блин, или... Нет. По 15 ходов усраться. Извините. Надо лучников все-таки. Так, у нас мастер-шпион. Кого отправим? Тяжело болен, пожалуй, нет. Тем более, ей тут уже сколько? 67 лет. Вот это интриган. Но будет увеличивать несчастье. 2-2. Это 4-2. Ладно, все-таки ее отправлю. Мне 50 лет, с другой стороны. Блин, это она недолго будет. Ладно, давайте-то из-под тактика. И сразу давайте начинать внедряться... Я бы в Вавилон. С Вавилона начал. Ну, то есть я открою полностью его территорию. Арарат нашли. Наш любимый супруг, царь Квинт, умер. Так, что нам тут обрабатывать? Я бы, наверное, тут еще ферму сделал. Ума не приложу, где мне все-таки ставить домики. Игра предлагает здесь. Ну-ка, давайте здесь, действительно. Ладно, не буду я тут ферму делать. Я думаю, что этих двух хватит рядом с пастбищем. Он еще и в лес спрятался. Давайте-ка попробуем добить его. Нифига. Не прошел крит, надеялся, что может крит будет. Там, правда, я, конечно, не особо прокачанный на это дело прачник. И Египет объявил войну Ассирии. Ну, там назревало. Назревало, конечно. Так, улучшились отношения с семьей Мехрамидов. Глава зороастризма. Ваша дочь обрела очарование и уверенность в себе. Зашибись. Министра Аданибал. Он был у нас, по-моему, где-то... Прибывают послы. Они игнорируют предроганные протоколы и переходят к угрозам. Ваш народ должен платить дань Египту? Нет, конечно. Пускай в жопу идут. Еще и с Ассирийцами воюют. Так. Харизма, храбрость, либо... Я все-таки харизму, наверное, возьму. Это для царства больше цивиков будем набирать. Так, царевича в философию. А то с наукой жопа вообще. Должен следующий король быть. Следующий царь должен быть умным. Так, наместников Персеболь надо выбрать. Может, все-таки царицу вместо того, чтобы она... У меня сейчас не на кого нападать. Я думаю, что лучше ее. Пускай перестанет прачниками командовать. Меня это устраивает. Собрали красители. Давайте сделаем игру развлечением для жителей всего города. Так, верблютиков. Блин, что так в лесах нифига не видно? Видите, как плохо видно окрестности? Этим добью. Хоть и полечились. Пастух есть. Давайте форум второго уровня. Вартакане, стены, форум. Денег, говорят, дофига. Я, в принципе, могу все необходимые мне ресурсы просто покупать. Поэтому я особо на... Видите, я открываю луки все-таки без лесопилок. Я уверен, что я все апну. Кстати, тут предел, по-моему, 2000 должен быть, нет? Можно подумать над строительством чуда, я думаю. Около Артаканы. Это у нас... Здесь, вот отсюда сейчас попрут опять. Вот двое. Может, ими займемся сразу. Крит прошел. Кайф. Предупредительный выстрел, так сказать. Так, вот сюда Одион я хочу. А домик тут будем делать. Блин, а на что я потратил цивики? Блин, а на что я цивики потратил? Я же копил, чтобы... Принять теологию. Блин, серьезно, на что я потратил цивики? Что-то я... Ладно, я просто, наверное, не буду использовать... Давайте я вот тут где-нибудь поставлю, будет стоять. Блин, а на что я... Реально, что-то я вообще не помню. Черт. Это была ошибка, конечно. Куда-то их потратить. Я вот сейчас надеялся, что как раз к моменту появления апостола у меня будет достаточно... Уже накоплено цивиков, чтобы принять теологию. Блин. Так, тут бы я специалиста сюда сажал. Житель у нас пока один только. Мы только одного жителя можем поставить. Поэтому я пока... То есть не фермером, не охотником, а вот добытчиком верблюдов этим. Пастухом верблюдов. Так, давайте рабочего пока. Четыре хода нормально. Блин, реально, куда я их потратил? По упор не помню. Это вот отправил. Это деньги стоят, а не цивики. Минус одна легитимность. А, потому что выдает с себя. Приходит вести, что ваш наследник Теридат не частый гость на занятиях по философии. Конечно, в обучение Теридат нужно вкладываться с умом и, может быть, не делать из него философа. Решить его пособие. Учиться торговле. И да, не с ним, с наставником. Да, пускай учатся. Ну, деньги лишние заплатили, но что поделать. Да, наверное, вот сюда буду вести посело. И амфитеатр. Ну вот, треугольничек. Треугольничек. Либо вот так ставить культурные здания и рядом с ними домики, либо наоборот, вот таким треугольничком домики, а рядом с ними культурные. Потому что они друг на дружку влияют. Выхлоп. Хотя тут уже у нас не деревня, а поселок. Через 11 ходов городком станет. Что-то Вавилон вообще никакой. Четыре города, ему там никто не мешает особо. Так, давайте, наверное, в Грецию тогда внедримся. Видите, 400 монет стоит. Два приказа и 400 монет. Поселенцы. Форум давайте сначала построим, потом уже спецов, наверное, поделаем. А, вот у них битва здесь за город. Ну, что-то Египет далековато находится. А кто-то сильнее на данный момент. А Сирия сильнее, чем я, и Египет той же силы. Значит, Египет проигрывает, да? В этой войне. Блин, как же я так цивики потратил? Ну, вы не беспокойтесь, что тут было 50, стало 21. Это из-за того, что я что-то строю. Верфорум строю, а не за цивики строятся. Тут форум. Видите, два форума строят, и я трачу цивики на их постройку. Здесь цепление у Барсины. О, соль надо обработать этим. Так, здесь тоже надо деревни сделать. Верфорум строится. Надо вот это побережье скорее исследовать. С этой стороны у нас скаут-то и так все нормально исследовал. Рано, что еще Рим, кстати, к ним в войну не добавляется. Они все довольно близко. У меня, считаете, один сосед это Карфаген. И он как-то так лайтово тут расселяется. Я его, в общем-то, зажал. У него единственное место вот тут осталось поселиться. Ну, ему, короче, медийцев надо сносить, конечно. О, кстати, я могу шпионскую сеть. Давайте я создам шпионскую сеть в Риме. Интересная тоже механика. То есть вы платите деньги, у вас скаут. Это прикольно сделано. Со временем вам скауты уже не нужны становятся. А так вы с их помощью можете шпионские сети вот такие создавать в городах. И вы будете всегда видеть, что в этом городе происходит. Так, у нас появились красители. Никакая, по-моему, семья не хочет красителей. Тут меха, мед, лаванда, пряности, вино. Так что красители в город этот отправим. В столицу. И у нас вообще пять жителей. Нам нужны спецы. Не знаю, рыбаков не хочу, честно говоря. Давайте сначала форум. Больше рабочих надо. Да, удивлено, что Карфаген не объявляет войну. Но медийцам что-то терпит их. Возможно, мне стоит. Ну, как минимум. Я бы хотел, чтобы... Я бы, наверное, объявил им войну, если бы... Так, надеюсь, не безумным. Твою мать. Блин, черт. Ааа, минус две мудрости и минус две дисциплины. Фак, а это у нас наследник. О, в Персеполисе появляется шелк. За 710 монет. Так зашибись. Теперь в Персеполисе еще и шелк. Подожди, а где это? Ну, и где он есть? Не вижу, чтобы он появился. Или он со временем появится. Так, вот это чей город будет? У нас пока шесть городов, у каждой семьи по два. Мед. Но это нужны будут плантации. Мед, мед, лошади. Есть ли мехронидов? Но они на сеть и лагеря работают. Ни того, ни другого вообще нету, да? Городские сооружения в пустыне и... Я, наверное, химинидов бы лучше ставил. Причем, почему-то, эта семья самая многочисленная. Всегда с рабочего начинаю. Конечно, фракийцы могут периодически набегать. Но мне кажется, они кассирии будут ходить. Я что-то далековато. О, у меня восстановление сначала. Восстановить. Вообще, я начну, наверное, с дичи. Потому что, ну, золото, у меня и так золота дофига. Наверное, постою здесь. Не знаю. Очень хреново исследуется территория. Этими лошадьми. Давайте. Маршировать будем. Ну, очень много приказов. Смысл их копить. Я лучше вот поисследую. Не буду пока красители собирать. Вот эти соберу. Ой, блин. Чё я не распределил? А, так вот, просто шелк доступен. Просто там так было написано в переводе, что он... Он в Персеполис. Как будто он прям в Персеполисе. Ну, шелк доступен, отлично. Никакая семья его не хочет. Опять же, в Персеполе я его... Переброшу. Надо просто посмотреть, как у нас сейчас... Все несчастье накапливается. Рим, мумидийцам войну объявил. И набег около Садарваза. В Грецию проник. Так, послы из Греции, не смея поднять на вас взор, смиренно преклоняют колени перед троном. Они пришли за помощью. Наши потомки всегда будут помнить ваше великодушие. Нам больше не к кому обратиться. Чё не хотят? Золото. Ну, давайте поможем. На самом деле... Неплохое вложение. Ой, тут что-то намидийцы много всего требуют. Это я потом разберусь. Я хочу сейчас посмотреть, могу ли я укрепить религию. О! Значит, мифология. Каждое святилище плюс две культуры. Монастырь плюс четыре культуры. Почитание. Минус пять процентов шанс появления мятежников. И от монастыря деньги будут идти. И, наконец, законничество. Каждый город минус десять процентов коррупции. И цивики от монастыря. Мне, знаете, что мне законничество больше нравится? И мы выполнили амбицию. Плюс десять легитимности. Собственно, на этом мы закончили расселение. Я пока просто тут даже не планирую куда-нибудь дальше расселяться. Мы выполнили пять амбиций. Половину я думаю, что на этом неплохо серию и закончить. Спасибо, что смотрите. Не забудьте лайк поставить. Поделиться этим видео. Написать комментарий. Ну и поддержать канал. Стать спонсором канала. Или перейти на более высокий уровень. А также по PayPal кинуть денежку. В связи с войной уменьшилось количество доходов в канале. На канале. Опять в Украине, на Украине. Ну, кстати, в первую очередь, украинцев поддерживайте, конечно же. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. И слава Украине. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий. Тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк. Оставить комментарий. И поделиться этим видео со своими друзьями. Или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео. Ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры. И всем пока.